Мне ничего не нравится из квартир в Киеве, прям вообще мне ничего не нравится, а то, что мне нравится, оно стоит очень долго, по 10 тысяч. Понимаете, я вот не выбираю вам какой-то трэш, да, я просто показываю то, что находит мне Airbnb, вот как бы за вот такое жилище люди хотят получить почти 6 тысяч долларов за 28 дней, 28 дней. Я сейчас, когда вам показываю пару квартир в Киеве, я покажу вам все-таки обзор этой квартиры, ну как обзор, быстро покажу ее и скажу, сколько она стоит. Сделала Леша ризотто, сейчас буду себе делать вот такой стейк, стейк и спаржу. Только что у нас в доме была уборка, я пришла, очень хорошо, кстати, женщина поубирала, к нам каждую неделю приходит уборка, но вот та женщина, которая сегодня была, прям убрала лучше, чем все, которые были до этого, я в восторге, так идеально чисто. Сейчас делаю себе еду, покушаем с Лешей, я не хотела никуда идти, он сказал, давай пойдем куда-то пообедаем, а я, честно говоря, без настроения, и поэтому не хочу никуда идти. Я прошлась чуть-чуть, километров 6 утром прогулялась, завтра мы уже уезжаем, у Леши, когда уйдет, я с вами поговорю, расскажу, почему у меня нет настроения, это несколько пунктов, и покажу вам кое-что. Леша ушел, вот так выглядит мой обед, спаржа, филиминьон и маленький такой салат. Я пытаюсь сушиться, более полезно питаться, не есть паста, ризотто, пицца. Решила просто, что перед Киевом, ну, так как я в июне буду в Киеве, хочу снова посушиться со своим тренером Николаем, и начинаю уже подготавливаться к необходимому питанию, без углеводов нон-стоп, как я привыкла вообще жить тут в Италии. Сейчас я хотела бы показать вам просто, как бы, жилье в Украине, как я ищу и примерную стоимость. Вот, например, из нормального, вы видите, оно у меня в избранном, это квартира, в которой я жила год назад, она стоит сейчас 2,700 в месяц. Окей, это нормально. Меня вот интересует вот эта квартира с банькой и джакузи. Извините, что, во-первых, это за картина, вот эта картина, вы видите ее? Это дивная картина. Как они хотят взять за эту квартиру вот такую вот стоимость? Мне кажется, это неадекватно, такие вот за вот такое вот, что предлагают. Для меня, на самом деле, это каждый раз челленд. Для нас, Леша, найти квартиру, потому что, ну, вы видите, какие есть варианты, это просто нереально. И, честно говоря, платить за жилье в Киеве вот такие суммы абсолютно не хочется за вот эти условия, которые предоставляют. То есть, в Европе за такую цену ты получаешь вообще другое. Вообще. Сейчас, когда вам показывают пару квартир в Киеве, я покажу вам все-таки обзор этой квартиры. Ну, как обзор, быстро покажу ее и скажу, сколько она стоит. Вот ту, в которой мы сейчас живем в Милане, в центре города, в самом хорошем районе, я считаю, в Милане. Со всем, что только можно себе пожелать. Правда, немного грязно, потому что я засранка, но это вообще не сравнится с вот тем, что я вижу в Киеве. Еще, вы знаете, что меня очень сильно бесит в квартирах в Киеве, что все квартиры, которые более-менее хорошие, в них уже или я жила, или жили другие блогеры, и вы, получается, с блогерами украинскими просто меняетесь апартаментами и такие живете. И часто я нахожу хорошую квартиру в Киеве, но я не хочу там жить, потому что там жили другие блогеры. У меня никаких потенций к другим блогерам нет, но мне кажется, это очень странно. Ну, то есть я эти квартиры видела во влогах других людей, и я там жить уже не хочу. Вот такая у меня есть тема. Ну, как бы Леша тоже не хочет жить в квартирах других блогеров. Например, вот, как бы, супер-хай джакузи крещатик. Ну, это же просто трэш какой-то. Ну, вот за эту цену это реально неадекватно. Апартамента Софиевская. Вот эти, кстати, докхаус вообще по всему городу. В этой квартире мне смешит, что на телевизоре, как бы, мы видим, что здесь надо лицезареть шоу Виктория Сикрет. У вот этой владелицы я часто снимаю квартиру. У нее есть две хорошие, и она как-то, когда вот эти две хорошие были заняты, говорит, Инна, снимите вот эту. Это, в общем, супер-пентхаус, вам очень понравится. I mean, I don't know. Окей, это на крещатике, да, но квартира, честно, сделана ужасно, и вот ее стоимость. Вот нашла квартиру, в которой я жила год назад. А, как бы, стоимость 4600, да? Квартира классная, расположение классное, но недавно мне, как бы, скинули видео, что там происходило, и я больше в ней жить не хочу. Прекрасная, уютная квартира за вас. Да? Ой, для вас, извините. Такая вот, прекрасная, уютная. На вид квадратов 50 максимум. Вот так, с такими прекрасными обоями. Шок-контент. Двухкомнатная квартира на нивках. Вот, вот такое вот жилище вас ожидает. Роскошь, богатство. Как вы думаете, сколько оно стоит? Просто угадайте. Ммм, всего лишь 6116 в месяц. И это, кстати, без комиссии. Если я нажму забронировать, ее стоимость будет 6800, да? Классно. Вообще, зачем я снимаю это видео? Потому что я, честно говоря, каждый раз, я, как уже сказала, для нас каждый раз это просто реально миссия невыполнима, найти жилище себе в Киеве. И я каждый раз обескуражена. Другого слова не найти. Я обескуражена ценами и наглостью людей в Украине. Потому что за вот такие халупы брать столько денег, это просто сумасшествие, которое еще не находится как-то центрально. Так вот, чтобы снять нормальную квартиру в Киеве, нормальную, я вам не говорю про какой-то люкс, вау, обосраться, лухарий лайф, роскошь, богатство. Это стоит на Airbnb минимум 3000, если вам повезет. Если вам повезет, да. Поэтому каждый раз, когда мы едем в Киев, честно говоря, ехать туда нет настроения. Потому что в Европе мы снимаем гораздо лучше жилье, гораздо меньше денег тратим, лучше живя, питаясь и так далее, мы тратим гораздо меньше денег. А в Киеве это просто crazy, crazy, crazy. Сейчас я вам покажу квартиру, в которой мы живем в Милане. И вы попробуете угадать, сколько она стоит. Ну, давайте угадывать реально за месяц. Я в следующем видео добавлю ссылку на нее, на Airbnb, если кому-то интересно. А может я добавлю, не хочу добавлять, не знаю, короче. Так вот, вы попробуете угадать, сколько она стоит. Но не думайте, что я возмущаюсь, потому что она стоит 500 евро или 1000 евро. Понятно, она стоит дороже. Но мне интересно, вот как вы думаете, сколько стоит такая квартира в Милане, после того, что увидели вы в Киеве. Начнем с того, что здесь все автоматизировано. Я выхожу в подъезд. У меня здесь есть код-пароль. То есть в квартире нет ключей, я просто ввожу код и захожу. Эй, 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 такса, назад. Все закрылось. Справедливости ради скажу, что я постирала вещи, потому что завтра мы уезжаем, поэтому здесь стоит сушилка на пол входа, пол входа. Здесь очень много шкафов, как вы видите. Здесь очень много шкафов. Здесь разбросана моя обувь. Как вы видите, из того, что я ношу постоянно, вот, вот. Мои любимые Изи, мои любимые кеды, мои новые кроссовки. Вот моя обувь. И у Леши вот три пары обуви, в одну он ушел. Это сумка, в которой мы носим Донни. Здесь мои булки, очки, я не знаю. А, это мои модельные туфли, которые я ношу на кастинге. Какие-то таблетки от головы. Это проектор. Это Леша мама подарила, но, к сожалению, нам пока негде его смотреть. Маски, намордники, моя кепка, я. Мы идем и попадаем в ванную. Ванная, я считаю, прекрасная. Ну, как в ванной. Здесь нет ванны, как бы самой ванной, но здесь есть душ, и душ здесь очень хороший. Хотя, конечно, моя мечта, это в ванная. Но, окей, я готова жить без ванной. Квартира сама по себе хорошая, и жить без ванной нормально. Так, ну, что показать? Не знаю, мыло. Моя умывалка. У нас все еще разные, кстати, зубные пасты. Вот у него такая. А я люблю вот такую Марвис с синнабон. Моя любимая. У меня, кстати, зубные пасты, ой, зубные щетки у меня две. Вот такая маленькая. И вот такая большая. Здесь лежит вот эта штука, которую я купила. Моя расческа разбросана. Какая-то моя косметика, которую я пользуюсь очень часто. Полотенечко наше. Вот полотенце. Вот полотенце для Дони. Видите, с таксами. Туалет. Биде. Весы, кстати, мои. Я вожу за собой. Хорошая душевая. Покажу вам, кстати, сразу, чем я пользуюсь для волос. У меня вот такой вот шампунь. Сейчас. Я как бы не придирчивый человек. Я просто мою голову чем угодно. Это мне написала блогер одна. Забыла, как ее зовут. Господи, какой стыд. В общем, написала мне и подарила свою продукцию. Вот шампуни, вот маски. Ну, Олаплекс. Это маска я по утрам делаю. Леша Понтина моет голову. Самое интересное, я считаю, это вот эти завалы моей косметики. Вот это как бы все моя косметика, которой я пользуюсь ежедневно. Ну, дезидоранты. Вот это не открытая еще маска. В общем, короче, у меня везде косметика. Вот эти две упаковки тоже косметика. Вверху там полки Леши. Я не буду показывать. Внизу полки Леши я тоже не буду показывать. И здесь стиральная машинка. Это то, что я должна постирать. Порошки разные. Фен какой-то, который тут был. И пустые полки. Идем, опять-таки, свалком. Идем в спальню. Первое, что мы видим, первое, что мы видим, я убрала с полки ненужные вещи. Это полка Леши. Это сторона, где спит Леша. Это игрушка Дони. Кстати, Дони. В общем, вот такая кровать. Большая. Ну, реально большая. Наверное, если я лягу, я помещусь полностью даже вот так. Моя сторона, видите, завалена. Это мазь от ушибов, зарядки, намордники, беруши. Этим кремом я мажу пятки. Пятки. Здесь валяются мои вещи. Я пришла и скинула их. Донина игрушка. Доктор Пеппер Зеро. Здесь вы видите мой йога-коврик из Ойши. Здесь живет сумасшедший сосед. Идем дальше. Вот так здесь все открывается. Вот это мой шкаф. Ну, как, у меня два шкафа вообще. Вот это, вот это. Я не буду показывать, наверное, у меня там сейчас свалка. Давайте вот так заглянем. И все. Потом покажу. Это мой шкаф. Там, где новые вещи, которые я еще не носила ни разу. Там разные пакеты. Тоже не будем смотреть. Это такса. Он любит на солнышке сидеть. Окно. Идем дальше. Вот туда я поставила Дони домик, как на пьедестал. Это мы ему подставки подставили, чтобы он прыгал. Угадайте, что это. Да, это еще одна моя косметичка. Еще одно окно. Вот так вот выглядит диван. Диван, стол, зону готовки, кухня. Все черное, красивое. Но самое красивое черное, это вот эта такса, конечно. Здесь стоят еще одни тапки, которые я забрала из отеля. Я воровка тапок. О, еще одна игрушка Дони. Дони, тебя везет. Телевизор. Мы ни разу его не включали. Утюг. Вообще тут мы гладим вещи понятные, но что-то я тут раскидала своих вещей. Очки. Сумочка. Джек Мюс. Намордник. Здесь посуда. Ну, разная совсем. Моя чашка. Я, кстати, вожу с собой две чашки. Маленький принц и такса. Ну, это все посуда было тут. Опять Донина косточка. Донины миски, которые мы возим за собой. Они, кстати, тяжелые. Так. Туалетная бумага валяется. Коробка от обуви Леши. Донин корм. Кстати, кто-то меня спросил, каким кормом вы кормите Дони. Сейчас вот таким. Не знаю, Лешины хлеба, пасты. Мы любим вот такую пасту. Ну, как мы. Я ее не ем. Неспрессо, который мы не открыли. Тунцы. Я раньше делала часто мачо, сейчас редко делаю. Я не знаю. Тут всякое такое бесполезное товар, я бы сказала. На столе стоят цветы. Мы стараемся каждую неделю покупать цветы. Ну, как мы, Леша. Они как-то так странно распустились, к сожалению. Там вещи теплые, в которых я хожу, когда холодно. Ой, что же, это снова маска. Это шнуркетные кроссовки, конфеты, какие-то фрукты. Я только что ела яблоко, в нее не влезло. Фруктов у нас мало. Это мне пришла посылка. Я заказывала украшения, и там еще были вот такие палочки, которые надо поджигать. Мы еще не поджигали. Салфетки, понятно, влажные. О, это базилик на кухне. Не знаю, на кухне она такая базовая. Всякие специи, трюфельные масла, я не знаю. Грязная посуда, которую мы сейчас загрузим с вами в посудомойку. Вот посудомойка. Самое главное, что есть посудомойка. В холодильнике у нас пусто, кстати. Может, уезжаем завтра. Ничего нет. Что у нас в холодильнике? Мыша повесилась. Так, у нас несколько соусов для пасты. Раз, два, три соуса для пасты. Апероль. Кстати, это не я пью Апероли, это Леша пьет Апероли. Мне такое не нравится. Гуакамоли, тартар, лосось. Мое любимое молоко Отли. Филадельфия, томаты. Ну, понятно, опять Апероли Леша. Мой любимый хлеб. Опять авокадо. Всякая трава, спаржа. Конечно же, горчицы, томаты, майонезы, яйца. Мои любимые патчи. Моя замороженная вода, это просека Леша для Апероли. Красное вино пьет Леша, я не знаю, красное вино, Плеша на молоко. Я сейчас пью только, кстати, Франчо Аккорто. Это такое шампанское, итальянское и белое вино. Пока холодильник. Ну, все. А, кстати, знаете, я сконченный человек, на самом деле, где-то. Я привезла с собой ящик молока из Франции. Вот, это мое любимое молоко. Я ящик привезла. Крайзи. Так, еще очень важная вещь в этом доме, как я считаю, это системное кондиционирование, очень удобное. Но я пока выключу, потому что мне холодно. И она есть для этой комнаты, и для той комнаты вот там у нас положено. Так вот, глядя на вот эту вот квартиру в Милане, в центре Милана, со всем необходимым, и, кстати, стоимость аренды квартиры этой, входит еще раз в неделю, к нам приходит уборка, и убирают полностью всю квартиру, молят все, что только можно, то есть вообще нам убирать не надо, меняют постели, новые полотенца, как бы все делают они, да. И очень хорошо, кстати, убирают, мне очень нравится, очень приятно. Так вот, как вы думаете, сколько стоит эта квартира, сколько она стоит? По сравнению с теми вот квартирами убогими, которые в Киеве вы только что видели, просто уреганские квартиры. Кстати, сегодня плохое настроение, знаете почему? Потому что нам скоро уезжать надо по делам в Киев, к сожалению, по делам, и, понятно, мы ненадолго уедем в Киев, мы уедем на какое-то короткое время, на неделе две-три максимум, максимум. Я пойду в Харьков, Леша пойду в Одессу, навестим своих родителей. Я хочу заставить день рождения своей сестры, ну, по делам, понятно, дела, там, ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля. И мне грустно, что мы скоро уезжаем, ну, как скоро, не совсем скоро, если честно, но скоро, в июне. Не буду говорить о чём, да, тут пока она неизвестна. Мы там выйдем, допустим, из квартиры тут числа третьего, еще пару дней поездим по красивым местам в июне, потом уже улетим в Украину. То, что скоро уезжать, то, что мы не нашли до сих пор квартиру, что мне ничего не нравится из квартир в Киеве, прям вообще мне ничего не нравится, а то, что мне нравится, оно стоит очень дорого, по 10 тысяч, ну, реально, по 10 тысяч, это какие-то crazy цены. Мы не можем найти квартиру, потому что я не хочу, чтобы мы снимали какое-то говно и платили за это очень много денег, потому что цены, как вы видите, просто сумасшедшие. Я не знаю, кто снимает вот это говно за такую сцену, что это за псих, ну, окей. Ну, и, конечно же, я еще расстроена, что у меня не очень вот тут с работы, и кастингов нет, и мне грубостно, и я вообще думаю, пора развязывать мне работу моделью. Я буду блогером, буду снимать мои влоги каждый день, буду снимать вам влоги каждый день. В общем, ребята, я не знаю, мне как-то от этого грустно, у меня от этого какое-то ощущение ненужности и того, что я никому не нужна, вообще, какое-то грустное у меня сегодня состояние. Я хотела снять какой-то активный влог, но, извините, не вышло, сняла то, что есть. Завтра будет активный, мы рано утром уезжаем, и вечером. Завтра, кстати, влог будет вечером, не ждите, что он будет там рано, он будет вечером, потому что я хочу снять весь день, у нас будет дорога, потом заселение, сделаю обзор вилл и все такое. Не ждите рано, ждите там 6 часов где-то, точно не раньше. Вот из-за этого мне тоже грустно, потому что Доня себя неадекватно ведет, его надо будет, наверное, кастрировать в Киеве, и это все мне очень какую-то тоску вводит, не знаю. Очень мне печально как-то. Так что, ребята, я, кстати, у меня какая-то еще падает желание, снимать влоги, я буду говорить вам, как есть, мы же с вами не будем брать друг другу. Мне хочется увидеть какую-то отдачу, я ее не всегда вижу, мне кажется, это никому не надо, а я действительно трачу на это много времени, вы можете верить, можете нет, но вот этот компьютер мой, развалюха, он не тянет вообще ничего, не тянет. Мне надо купить новую камеру, надеюсь, что мы на этой неделе мне купим камеру. Это плохо фокусируется. А вот это вот, вот это вот, оно занимает столько места, что вот этот мой маленький компьютер, он не тянет монтаж, он не тянет. Я вчера рендерила видео 3 часа, то есть как бы я могла выставить его на 3 часа раньше, но оно не грузило, оно не грузило. И в такие моменты мне хочется просто разбить этот ноутбук об стену, или свою голову об стену, и особенно когда я не вижу какого-то отклика и отдачи, мне очень грустно. Это я напрашиваюсь на ваши комментарии, на ваши комментарии, на сердечки, на подписки, на колокольчики, на подписку на мой инстаграм. Смешно, да? Пошла я монтировать это все. Вы там угадываете, сколько стоит вот этот суперхат, по сравнению с киевскими. И я, кстати, могу вам оставить скидку на Airbnb, если вы будете снимать квартиру. Я оставлю вам ссылку внизу на съемок квартиры на Airbnb. Там скидка где-то 60 евро, что в принципе нормально, если вы идите на пару дней отдыхать, это приличная скидка, там все легко. Вот. Все. Спасибо за просмотр. До завтра. До новых встреч.